Помимо депутатов регионального парламента во встрече участвовали представители Министерства образования Московской области, директора, учителя истории и общества знания всех школ Одинцовского района, а также Звениграда, Власихи и Краснознаменска. Проведение открытой трибуны становится хорошей традицией московской областности. И особо хочу обратить внимание на то, что мы проходим ее в плане дискуссии. Конец 20 века ознаменовался появлением нового оружия, информационного, где поле боя – сознание человека, а оружие – информация. На передовой оказались и учителя. У каждого из них свои методы обучения предмету. Но не у всех есть стратегия. Заставить, выучить и заинтересовать – это два разных умения. Учитель – это не тот, кто учит. Учитель – это тот, кто у кого учит. У нас занятое небольшое количество преподавателей в школе. А нам, в школе, нужно не преподавать. Нам, в школе, нужны педагоги. Потому что очень важно, не только знать свое время, но нам нужно уметь свои знания передать детям. В заседании также приняли участие представители организации, которые делают немало для сохранения исторической памяти. Учитель – это очень беспокойно. Учитель – это очень беспокойно, как они будут выживать и самоопределяться в будущем. Но уверен, что темы, которые обсуждают, будут иметь высшее значение. Тема заседания – преподавание истории в школе как фактор национальной безопасности. С подробным докладом выступили доктора исторических наук. Можно отблисировать в целого угла государства потом основную составляющую. Это военные составляющие, это новичkellай составляющие. И третья составляющая, которая для нас особенно préparция, это значимо. Это гуманитарная составляющая, гуманитарная мощь. Если мы говорим о гуманитарной мощи, от нее гуманитаря, гуманитарная мощь. В том направлении как разучается историю состоя는? Но важно отразить историю во всем ее многообразии, не только в достижениях, но и в ошибках. Как вы считаете, помогает ли критическое вышление? Я считаю, что критическое вышление безусловно важно, но нам как педагогам надо точно понимать, как его надо формировать. Я убежден, и это мое твердое, опытное, что называется, вывод, к которому я пришел, что в начальной школе, в детском саду, где-то до пятого, до седьмого, до восьмого класса, мы должны давать позитивный образ нашего отечества. Школьники зачастую представляют историю как бессмысленный набор фактов, а ведь историческое знание является ядром самосознания человека, влияет на восприятие повседневных событий. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.